И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест Ну вот и настал тот день, та самая развязка, когда мы начинаем красить автомобиль Конечно, впереди у нас еще покраска пластика, но основной остов, я надеюсь, мы покрасим сегодня Но об этом чуть позже, это будет в передаче, а с утра для заряда бодрого и хорошего настроения с утра Как всегда, оригинал Муж собирается в аптеку, говорит, жене пойду в аптеку, схожу, куплю презервативо Она говорит, хорошо, милый, возьми мне еще две пипеточки, у меня пипетки кончились Хорошо, муж возвращается, злющий вообще, говорит, чего такое? Говорит, все, больше с жизни не пойду в аптеку, а чего такое? Говорит, прихожу, говорю, дайте мне два презерватива Она говорит, знаете, презервативы закончились Говорит, ну тогда дайте мне две пипетки И тут она от ржача чуть под стол не упала Ну и теперь тема дня, заставка Пошла Ну, как я и сказал, сейчас у нас будет подготовка к покраске А сегодня мы приобрели вот такой вот скотч, как я и показал Это для того, чтобы обклеить резинки Стоит он порядка 9 долларов Здесь 10 метров на два окошка Как бы дороговат, но нужная вещь Как пользоваться я покажу То есть это идет как бы скотч И сбоку скотча здесь идет пластиковая такая фигня Которая втыкается и отгибает, в принципе-то, саму резинку Можно сделать и без нее Я где-то показывал, как можно с помощью наждачной бумаги загнуть Но это как бы и наждачная бумага тоже, да? Денег стоит И тоже возня своя есть в этом Ну, мы будем вот этим сегодня обклеивать Обклейки будет сегодня очень много Как бы буду снимать так моментами Что успею Чтобы смысле не сбиваться, да? Постараюсь не сильно затягивать передачу Но и в то же время что-то рассказать Ну, пока у нас кофе-пауза Хочу ответить на пару вопросов Один вопрос был Олег насмешил Формы здесь несложные на гелике, да? Отвезите гелик на обклейку То есть на затяжку пленки Посмотрим, сколько вас возьмут цен И не отнюдь от того, что это гелик Что это машина престижная и дорогая А из-за того, что там очень много ребер Которые нужно затереть В которых в ребрах мало того, что затереть ребра Просто идут как ребра Они еще идут с углубления Это углубление надо вычистить Чтобы у вас оттуда потом не полезла краска Это один момент Ну, это мы не будем обсуждать Это надо просто знать И еще пришел такой вопрос Я не понял вот человека Он говорит, можно ли замыть угловой полировочную машинку Я так понял, вот этой вот Такой Нет, отвечу сразу нельзя Почему? Потому что Потому что, во-первых Вы можете все испортить Машинка эта крутится Не вибрирует Это одно По сути, по сути Если трезакон там Или еще чем-то Оно, конечно, можно сделать Но это надо иметь набитую руку Это нужно видеть, как это делать И поэтому я говорю Нет Чтобы вы не пробовали Вы можете испортить Если Я не уверен, что вы это сможете сделать запросто Допустим, даже на 25% я не уверен И думаю, что вы сделаете ошибки Много ошибок Прежде чем вы научитесь это делать Я всегда говорю Нет По любому вопросу Но мое нет Это неоднозначно Сделать можно все И любыми способами Единственное Я говорю Нет Чтобы предостеречь вас А вообще Советую Просто пытайтесь Вот человек Который хочет замыть Да, машинку Попытайся Возьми какой-то элемент И пробуй Получится у тебя Или не получится Если у тебя Рука не набита Я тебе просто Не советую это делать На чьей-то машине Как бы вот так И если вы видите Однозначный ответ Нет Но Вы слышали Что кто-то делал Это Да Это не значит Что То есть Я не умею Или я не пробовал То есть На безрыбье И рак рыба Правильно? То есть Надо пробовать Но Ну и ответ Нет Потому что Я просто не уверен Что у вас это получится С первого раза И Вы испортите деталь Допустим Вы попадете на деньги А потом Я буду виноват От этого И Мое нет А способов Очень много Очень много способов Которые не подходят Ни техничкам Ни правилам Каким-то Каким-то Каноном Да Из ряда Вон выходящие Есть Очень много Способов Но Я говорю Нет Чтобы Мы не смогли Надеюсь Ответить На вопрос Ну еще Надеюсь Сделаю Скоро Передачу Здесь Как бы Мы Просто Буду Работу Закончили Но еще Будет Передача Тоже Вопросы Там Поступают Зачем Эпоксидным Грунтом На металл Накладывать Если шпатлевка Лучше Пристает К металлу Да Здесь Много Нюансов И Много Работы С грунтами Много Очень Тонкостей Какие-то Комбинации С работой С грунтами Все Зависят От того Насколько Вы подготовили Поверхность Старое покрытие У вас Новое покрытие Отвержденное 2К Или просто Каким-то Покрашен Не важно То есть Здесь Много Нюансов На что Нужно Обратить Внимание И Об этом Потихонечку В дальнейшем Я надеюсь Будут Передачи Также Будет И Чем Лучше Когда Можно Наносить Шпатлевку На Чистый Металл Это Можно Делать У шпатлевки Хорошая Ангезия Когда Стоило Загрунтовать Как Загрунтовать Какими Грунтами Загрунтовать Потому что В некоторых Случаах Бывает Что Допустим Если вы Кислотником Загрунтовали Надеясь На то Что Он Будет Ядер Шапчину И По кислотнику Начали Шпатлевать Конечно Кислотник Здесь Работать Не будет Почему Я уже Говорил Потому что В отвердителе Который Находится Шпатлевки Находятся Компоненты Которые Реагируют На Работу Самого Кислотного Грунта А именно Они его Нейтрализируют То есть Те свойства Для чего Предназначен Сам кислотный Грунт А именно Разложение Ржавчины Они просто Нейтрализируются И он у вас Он у вас не отвалится Но он у вас Получится Как обычный Акриловый Грунт Почему нельзя Ложить Акриловый Грунт На Голый Металл Это можно Сделать Но в отдельном Случае Почему Этого Нельзя Делать Это тоже Будет И я надеюсь Скоро В уроках Мы это Пройдем Все это Я Разжую Следите За каналом Все темы Будут Но Как бы В одну Тему Я не могу Все В кучу Как бы Смотреть Ладно А мы пока Начнем Разбираться Подготовимся Картлети Немножко Подумать И потом Ну и вопрос Еще поступил Почему же у нас Андрей молчит Такое Тайное общество Он только улыбается И хухукает Андрей у нас Готовится Куда? В армию Ребята Да Какие войска? Еще неизвестно Известно Не хочет Говорить В артиллерию Его приписали И вы знаете Очень интересно За Андреем Наблюдать А наблюдать В той схеме Он говорит Что мне делать В артиллерии? Там неинтересно Это Катюша только Я говорит Хочу Либо в разведку Ну Андрея Минус один Зрение Но надеемся Возьмут его В разведку То есть Не проходит Он говорит Мне Я не боюсь служить Я боюсь Потерять Зря полтора года Неинтересно Он говорит В разведке Мне было бы интересно Побегать по лесу Повыживать Да Вот такие вот варианты Чтобы Как его Физическая подготовка Да Вот Он говорит Я не против Но чтобы эти Года Прошли с пользой А Не так То есть Человек думает Думает О том Что ему даст Арми Это значит Что человек Не глуп В армии Скоро Надеюсь Тебя возьмут В разведку Я тоже Я тоже Очень переживает Очень расстроился Ну Не знаю Подергаем ниточки Может быть И возьмут В разведку В порядке Исключений Кстати О разведке У Андрюхи У Андрюхи Уже хорошие навыки Видеосъемки Также Это может быть И скрытая Видеосъемка Да Все разведывает Все снимет Все очень аккуратно Мы начнем С небольших Кусков С небольших кусочков Начнем клеить Я покажу Ножницы не взяли Орезаем кусочек Здесь есть вот такая клейкая пленочка Ее снимаем И заворачиваем Сам скотч Таким макаром Немножко сложновато Здесь конечно Резинка короткая Но суть ясна И я понял Что куски надо делать Еще короче Еще одну Понял Чтобы Не замусоливать Клейкую сторону Сначала ее не отклеиваем Отклеиваем ее Потом Уже когда О Огонь Отклеиваем ее уже потом Когда просунули Пленку Опа Огонек Уже веселее Приспособились Так же Вот когда я Называю Что материал Оправдывает Вложенные в него деньги То есть Посмотрите Как Мы заклеили Резиночку То есть Защитили ее И на нее уже Не попадет краска Ну здесь конечно Мы еще скотчем будем Обклеивать Вот таким вот Макаром Обклеили все То есть Здесь сейчас У нас рамка Вся прокрасится Все Будет Как надо Здесь где большой зазор Решила Вот так вот Заклеить Чтобы не засрать А здесь уже Паралончик приклеим Сейчас мы обезжирим Чтобы можно было Сам поралончик Приклеить Потихонечку У нас идет Обклеечка Проемы заклеили Сейчас будем Уже обклеивать Сушу Сверху Ну а между тем Тяня Олежа Пилотирование Изучает Уже научился Делать такие Крытии интересные Вау Держи Ну вот Обклеили Очень много Обклейки Устали Клеить Ну Заклеили Все Немного Убраться В камере Уложнить И нужно Красить Обращаем внимание Первый слой Делаем Небольшой Тоненький Я в маске И сильно Шумедвигатель Поэтому Прокомментирую Так Первый слой Делаем Тоненький Едва Прикрывая Все Пятна Которые У вас Торчат Которые Проглядываем Не торопимся Проходы Постепенные Не сильно Быстрые Но и не сильно Медленные Второй слой Укрываем Уже Плотнее Процентов На 70 Также Не сильно Быстро Здесь Уже Смотрю Можно было Факел Даже У меня Поменьше Сделать Не сильно Быстро Но и Не сильно Медленно Машина Не очень Большая Длина И поэтому Я Прохожу Практически По всей Машине Старайтесь Не задерживать Пистолет На одном Месте Если Вы задержите Пистолет На одном Месте У вас Будет Пятно Серый Свет Это Очень Проблемный Свет Ну На самом Деле Мы Все Не Показываем Потому Что Краска Очень Сложная Мало того Что Краска Сложная Хотела Привезти Второй Компрессор Этот Уже На Полусдохе Но Не Привез Второй Компрессор И Часто Перерывы Делаем Уже Как бы Не до Съема Ну Скажу Сразу Первый Слой Делаем Тонкий Не Сильно Укрываем Дальше Десять Минут Сушки И Снова Уже Второй Слой Между Слоями Металлика Можно Протереть Опыл Салфеточкой Липкой Между Лаком Этого Делать Уже Не надо Но Мы Еще Покажем Как мы Лаком Будем Крыть Но Сейчас Я думаю Еще час Мы Будем Только Красить Потому Что Очень Плохо Кроется Во вторых Сложная Сама По себе Краска И Компрессор Еще У нас Жару Тоже Блин Не знаю Короче Что-то Мне Этот Пистолет Так Не особо Нравится Очень Тяжело И Ноложить Черебро Пытался Я Валера Валера Тоже Что-то Не Очень Может Позже Куплю Себя Не Знаю Какой Пистолет Понежнее Красить Сата Я Пробовал Она Тоже Более Грубая Вообще Есть мысли За и вату За нормальную И вилбис Тоже Он вроде Как и Ничего Но На серебре Тоже Есть А вот И вата Мне Даже Маленькая Понравилась Даже Мини Да Она Мне Понравилась Потому что Она Очень Нежно Кладет И Очень Равномерно Раскидывает Краску Даже Вроде Это Китайская Поделка Была Но Одного Из Учеников Но Она Мне Понравилась Понравилась Больше Конечно Лак Ложить Этим Пистолетом Здорово Класть Но Серебро Тяжело Ну и Погнали Наших Городских Так Накладываем Лак Также Тонким Слоем Обратите Внимание Я Слишком Близко Держу Пистолет Чтобы Не Такая Большая Шагренька Была Но Скорость Прохода У меня Большая Здесь Надо Тоже Поймать Тонкую Грань Ну и Накладываем Второй Слой Лака Второй Слой Лака Уже Ложим Потолще Прокрашиваем Подземками Не Забываем Замки И Как видите Я ухожу В поворот То есть Что с той Стороны За поворот Захожу Что с этой Не забываем Рамки Прокрашивать И Обратите Внимание Как я Смотрю На Просвет Чтобы Видеть Как У меня Ложится Лак То есть На Отблеск Смотрю Как Ложится Лак Смотрю 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 Чувствую Ногами Дно И Оттолкнись От него Все Что тебе Надо Просто Рвать Вперед Напролом Ну Еще Шагренька Не растеклась Замучились Устали Время Уже 11 Час Тяжело Что-то Очень тяжело Нам далось Но Все-таки Мы Добомбили А впереди У нас Еще Вольво С80 Но Это Мы Будем С учениками Красить Притащим Сюда Второй Компрессор С одним Просто Невозможно Красить Устаешь Немножко Пыли Есть Но Совсем Мало Под Полировочку Легко Уйдет Так что Завтра Мы Не будем Полировать Завтра Мы Выгоним На улицу Покрасим Капот Потому что Капот Сегодня Не знаю Мы бы И не осилили И капот Надо там Более Аккуратненько Так Красить Потому что Эти жабры Надо прокрасить Долбанно Как-то так Сильно Много Говорить Сегодня Просто сил Нету Хотел Про яблочность Рассказать Как избежать Ну я думаю Еще будет Время Когда Рассказать Может Пластикапот Может Еще что-то Сегодня Просто Нету Семь На сегодня Всем Хотелось бы Пожелать Всем здоровья Крепкого Настроения Бодрого Ну и конечно же Добра И Бабла Правильно Рассказать Рассказать